Владимир Мазур Генеральный директор и художественный руководитель Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Хорищенко. Здравствуйте, Олег Владимирович. Добрый вечер. Принято, наверное, все-таки правильнее подводить итоги некие, когда заканчивается театральный сезон, но они, увы, или, не знаю, к счастью, не совпадают с годом календарным. Тем не менее, хотелось бы все-таки поговорить, потому что есть о чем поговорить. В этом году много чего было интересного в стенах театра оперы и балета, но вначале, с вашего позволения, такой не годичный, а немножко более продолжительный экскурс в прошлое. Вот когда у нас начался в стране кризис, который перерос во всем известных событиях, в том числе и в войну на Донбассе, в 13-м году, в 14-м году, даже во внешнем облике театра, наверное, оперы и балета, что-то очень серьезное произошло, что-то очень серьезное изменилось, потому что все привыкли, что на фасаде тесным редком таким вот афиши гастролей, прежде всего, российских исполнителей. И когда они исчезли, все сказали, ну все, театра больше не будет, не выживет, не соберет никогда в жизни. Да, вот этот этап, он прошел? Да, конечно же, прошел этот этап. И если сегодня обратить внимание на фасад театра и на те афиши, которые там присутствуют, так большую часть этих афиш или банеров занимает уже спектакли в оперного театра. И моя команда на сегодняшний день, и наше желание, и наша цель – это, прежде всего, популяризация оперного и балетного искусства, а не концерты гастролеров и еще кого-то либо. Но, тем не менее, мы уделяем и этому большое внимание нашим гастролерам, таким как балет по клетару, таким как симфатические шоу. То есть, эти программы тоже проходят, но они больше направлены на классический жанр, на популярную классическую музыку. Ну и можно вспомнить, кстати говоря, из таких достаточно интересных и громких проектов, это вечер «Путь к Бродвее», который был посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и США. Я был на этом концерте, и тут еще одно личное замечание, если позволите, что меня совершенно потрясло, потому что я, признаться, давно не был в нашем оперном театре, в зале тепло. Я это не просто так говорю, потому что, на самом деле, ведь театр – это не только художественная составляющая, а огромная инфраструктура, которая всегда была проблемной. Потому что там сложный ремонт, там отапливать дорого и так далее. Я был поражен тем, что как-то это все действует и работает. Вот как это все произошло. Ну, что касается бродвейских мюзиклов, это огромное спасибо посольству США, с которым мы ведем тесное сотрудничество, культурное сотрудничество прежде всего. И, естественно, когда возник этот проект «Бродвейские шляхы до Бродвею», мы откликнулись и предоставили и нашу сцену, и наш оркестр для тех исполнителей, которые в течение, можно сказать, короткого времени прошли кастинг. И в течение семи дней профессионалы Бродвея подготовили этих ребят, и они смогли показать свое мастерство уже на сцене Большого театра. Конечно же, оперный театр – это огромная инфраструктура, это 700 человек, которые работают в театре, 300 с лишним человек артистического персонала, порядка 400 человек, которые обслуживают это здание. И сегодня то, что тепло в оперном театре не только физически, но и морально, то, что люди на сегодняшний день посещают с энтузиазмом и с большим желанием наши спектакли, это, естественно, большой труд нашего персонала, нашей команды, которая сегодня есть, и административной, и творческой команды. И поэтому мы всегда готовы принимать нашего зрителя и делать все возможное, чтобы ему было приятно, уютно, тепло. А как вы с этим справляетесь, и кто вас, собственно говоря, этим направлением занимается? Потому что вообще, если мы говорим о популяризации, вот такое слово, если применить, классической музыки, балета, тем более, наверное, потому что еще более сложное искусство, всегда возникает вопрос, как это осуществить. Потому что, в принципе-то, и родились они, и были, как правило, а во многих странах и до сих пор остаются, это элитарные виды искусств. Это искусство, которое направлено на элиту, искусство, которое требует определенной школы подготовки для того, чтобы его воспринять. У вас нет собственных СМИ, у вас нет, не знаю, может, есть пиар-служба, но она работает незаметно. Тем не менее, вы работаете так, вот именно в этом направлении популяризируете, и я вижу, ведь на самом-то деле результат. Зал действительно полон, и люди пошли. Как это получается? Ну, первое, с чего мы начали, это создание службы маркетинга, вот которая на сегодняшний день и есть результат популяризации театра на сегодняшний день благодаря этой службе. Но, естественно, без работы маркетинга с тесным сотрудничеством, потому что это прежде всего, что продавать, какой продукт, на какой продукт приглашать человека, чтобы он пришел еще раз, а не просто купил билеты и сказал, ну, меня это не устраивает, это не мое и все остальное. Но на сегодняшний день наш зритель находит разные для себя, так сказать, продукты. Вот, мы делаем и концерты популярные, на которых мы знакомим наших зрителей, вот, и в том числе молодежь, у нас сегодня очень много молодежи уже в театре посвящает. И благодаря тем проектам, которые мы осуществили, где студента, это опера Гаудамус, на котором присутствуют все вузы, вот, и мы знакомим их с популярной балетной музыкой, вот как это было недавно. И в этом году и в прошлом году мы знакомили их с оперой. Вот, естественно, без лидеров творческих на сегодняшний день у нас уже есть главный дирижер Дмитрий Морозов, у нас есть главный режиссер, всем известный Армен Калаян, у нас есть новый дирижер Виктория Рыцюк, которая недавно выиграла конкурс и уже приступила к работе не только в качестве дирижера-постановщика, но и режиссера-постановщика. У нас буквально 24 февраля состоится премьера оперы Паяци, в котором она выступает в двух ипостасиях, дирижера-постановщика и режиссера-постановщика. Также у нас омолаживается оперная труппа солистов, вот, и, естественно, балетная труппа, которая на сегодняшний день известна в Европе. Они, кстати, они сейчас находятся на фестивалях в Голландии, вот, и буквально 2 января выезжает оперная труппа в Голландию с небезызвестной уже искателем жемчуга оперой. Поэтому, конечно же, на первом месте это продукт творческий, и на втором месте, не менее важно, это продвижение этого продукта не только на Харьковском рынке, но и на всеукраинском рынке. И результатом того есть приглашение в июне на в Тульчин, опера Фест Тульчин, который проходит в Винницкой области, где мы будем показывать две оперы. Это оперу Мазепа и оперу Паяци. Вот о Мазепе, давайте поговорим, у меня такая, опять же, вот, личная, возможно, симпатия к этому сложилась, поскольку я, собственно, и, да, историк по образованию, как минимум, да. Мне показалось, что это и есть центральное событие сезона, и уж если мы говорим о календарном 2017-м, то, наверное, в нашем вот маленьком оперном миру, в Харькове, наверное, это и центральное событие, и в этом смысле, да? Ну, я считаю, это не только в Харькове и в Украине событие, потому что то, как мы трактовали оперу Чайковского Мазепа, она неоднозначно воспринималась музыковедами и творческими людьми, но, тем не менее, эта опера прошла, мы ее сделали на украинском языке, на украинском языке. Также немножко был изменен и пролог оперы, и финал оперы, но это дало свой результат и проявило определенный интерес у нашей публики. Это так просто вот сложилось, да, вот то, что называется тренд такой патриотический, который длится у нас уже несколько лет, да, вот плюс юбилей, и опять же, да, вот... Не совсем, это был юбилей 330-летия воздвижения Мазепа, Иванова Мазепа на посту Екмана, местом которого был Сылыший Коломок. Вот, и там в этот день открыли памятник, и вечером мы показали оперу на... просто под открытым небом. Вот насколько это было сложно, кстати говоря, потому что, ну, опера это, опять же, помимо прочего, это еще и здание, это акустика, это вот переживание за то, звучит или не звучит, да, и как это вот... А тут открытый простор и совершенно другие условия, да, вот как это все? Ну, когда делом занимаются профессионалы, вот, то тут, в принципе, ничего сложного, потому что, хотя сложности, конечно, есть. Вывести коллектив 250 человек на открытый воздух, вот, и разместить их, и создать эту атмосферу, которую мы создали на стадионе, вот, это, конечно, конечно же, есть определенные нюансы, вот, и прежде всего, нюансы режиссуры, и надо дать должное, Армену Калаяну, режиссеру-постановщику, который все это сделал успешно, вот, и результат этого, то, что увидели не только жители Коломака, но и приглашенные, и харьковчане, была организована транспортная инфраструктура в Коломак, и все могли получить удовольствие от просмотра этой оперы под открытым небом. Вот, насколько я понимаю, такого рода выезды, ну, может быть, не такого рода, но выезды, в принципе, гастроли, как в пределах Украины, так и за рубежом, как сейчас, в случае с балетной труппой, это уже не исключение, да, то есть, это уже такая определенная, все-таки выстраивается система у вас? Ну, система в том, что мы в городе Харькове, мы показываем уже традиционно на 23 августа, на день города, на день незалежности, мы показываем прямо перед оперным театром, нам позволяет архитектура нашего здания, показывать это вечером, это были оперы Тарас Бульба, Запорожье за Дунаем. Ну, мне в большей степени интересно, вот, для коллектива и для настроения, это ведь тоже важно, да, что, какой дух в труппе, с чем люди в итоге выходят на сцену перед зрителями, да, вот, насколько для них важно то, что они не заперты в Харькове, в четырех стенах, они имеют, вот, не только выходить на площадку, да, ну, в ту же Голландию, хотя бы даже в Коломак, да, но это другой, совершенно другой опыт и совершенно другие ощущения. Ну, сегодня горизонт деятельности труппы оперной, вернее, театра оперы и балета очень географически расширен, потому что мы выступаем не только в городе Харькове под открытым небом, мы выезжаем в зону АТО, мы даем концерты для воинских частей, вот, мы даем концерты для госпиталях, также мы, порядка четырех тысяч человек ежемесячно посещают льготного контингента, это и переселенцы, и семьи воинов АТО, семьи погибших в АТО, то есть мы, вот, буквально сегодня наша труппа участвует, вот, вернее, проводим концерт в Атукино для МЧС, вот, это традиционно уже, так что, в принципе, мы открыты для... Востребованы, да, и катайтесь. Есть вопрос, который касается количества премьер, потому что, ну, обычно так вот, по, по крайней мере, по Харьковской такой традиции, условно, одна-две, ну, две премьеры, да, это хорошо, это хорошо, три премьеры, отличный сезон, да, вы уже, я, собственно, да, тоже упомянул, это Мазепа, это искатели жемчуга, это паяцы, и, насколько я понимаю, мы не закончили. Нет, мы не закончили, конечно. Так вот и вопрос, почему, вот, откуда так много, в не самые богатые и лучшие времена вообще, в которые мы... Ну, потому что они не богатые, потому и столько много. Дело в том, что мы вынуждены зарабатывать деньги на содержание нашего здания, на обслуживание нашего здания, на коммунальные услуги, поэтому и это связано с требованиями времени, требованиями той обстановки, которая в сегодняшний день есть в нашем театре, и поэтому в шестнадцатом году мы попробовали сделать шесть премьер, это было непросто, но, тем не менее, мы их сделали, и сделали не на плохом уровне, вот, и сделали большей частью за счет партнерских отношений с бизнесом, вот, и за счет собственных средств, которые мы зарабатываем на сегодняшний день. И в этом сезоне мы запланировали семь премьер, но я думаю, что это максимально то, что на сегодняшний день мы можем сделать, потому что это связано, прежде всего, с репетиционным процессом, с количеством оперной труппы, с производственным процессом, который у нас налажен уже на сегодняшний день, и это работа цехов пошивочных, костюмерных, декорационных цехов, ну, и других, там, сварочные, столярные, изготовление декораций, все это должен быть определенный производственный процесс, который шаг влево, шаг вправо, он выбивается, и тем самым мы видим продукт, те премьеры, которые предлагаем нашим зрителям, а это, кроме того, еще в этом году будет, вернее, уже в следующем новом году, это будет Паяц, я уже сказал, в феврале месяце, в марте месяце Отелло, 29 апреля к Международному дню танца будет новый балет Пуни, собор Парижской Богоматери, также в мае месяце будет опера Иоланта, где будет петь операная дива Ольга Бессмертная, которая на сегодняшний день занимает лидирующие позиции солистов в мире и в Европе, и поет на сегодняшний день венской оперы, также в опере Отелло будет петь Нейману Марина Максакова, вот, то есть, кроме того, что мы делаем премьеры, мы приглашаем еще ведущих солистов мира для того, чтобы они себя, ну, больше добавили интереса к нашим операм. То же самое я могу сказать о том, что оперу Норма, в концертном варианте, которая недавно прошла, пела оперная дива, солист, народная артистка Украины, солистка национальной оперы Людмила Монастырская. Ну, у нас буквально несколько минут остается до конца программы, я, конечно же, не могу не спросить еще, вот, о чем. Опера традиционно, я уже даже не вспомню, сколько лет, но долго-долго-долго опера традиционно, это такое своеобразное еще рождественские новогодние жанры, потому что невозможно себе представить, да, без щелкунчика, например, и без еще целого ряда совершенно замечательных произведений. Наверняка вы что-то приготовили в рождественские новогодние праздники для харьковчан, если можно поделитесь планами. Конечно. 29 и 30 числа, в 19 часов мы будем проводить новогодний аперитив. Вот, это концерт из популярных классических произведений, из популярных произведений оперы и балета. Я всех приглашаю, наших харьковчан и гостей, на эти концерты. Вот, а также, пользуясь случаем, хотел бы вас поздравить всех с Новым годом, с Рождеством Христовым, пожелать вам счастья, благополучия, успеха, взаимопонимания, уюта в семье, уюта в нашей стране. Ну и главная гармония, которая есть, да, это замечательная наша классическая музыка. На самом деле, на самом деле, очень здорово, что такой театр есть в нашем городе. Многие этого не понимают, но для этого, наверное, надо просто прийти и посмотреть, послушать, что там происходит. Олег Владимирович, спасибо большое вам за то, что сегодня были гостем в нашей студии. И, естественно, встречное поздравление всему коллективу вашего замечательного театра. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова